Искать пропавшего бросились около 170 сотрудников милиции. МЧС привлекло более 80 спасателей и 12 лодок. Поиски велись даже с воздуха на самолете амфибии, а он просто переплыл на другой конец озера и вернулся целым и невредимым. Только скутеру топ. Титаник. Казахская версия. Нормально вштырило, что аж на южный берег уехал. А на том берегу незабудки цветут, а на том берегу звезд весенний салют. Вот так надо отдыхать, а не ваше завтрак, пляж, обед, пляж, ужин, спать. В одном комментаторы сошлись. Утопленный скутер туристу придется оплатить, чего от него и требуют законные владельцы транспортного средства. Ну и к другой теме пользователи обсуждают очередной расход Джигуркукинеша на ремонт одного автомобиля. Парламент намерен потратить 254,5 тысячи сомов. Это больше, чем 3,5 тысячи долларов. Восстанавливается намеренный 470-й Лексус 2003 года выпуска. А деньги возьмут из бюджета. На эти деньги можно еще одну машину купить. Они не ездят на таких, которые можно купить за эти деньги. Оборзели. Надо на Волгу или Жигули пересадить. Пусть на них ездят. Тут долг Китаю нечем отдавать, а они Лексус собрались ремонтировать. Другие комментаторы под постами предлагают свои услуги. Кто-то готов взяться за эту несчастную, раздолбанную Тарантайку за меньшие деньги. Но вы же понимаете. Напомню, недавно на сайте госзакупок появился еще один лот на замену окон в Джигуркукинеша. На эти цели вознамерились потратить больше 11 миллионов сомов. Ну и к другой теме. В соцсетях очередной челлендж. Через приложение FaceApp пользователи старят свои лица и выкладывают фотографии. Так зрело моя лента в Инстаграме ни разу не выглядела. Даже если станешь бабушкой, все равно ты будешь рядышком. Хоть я буду старым дедушкой, ты мое будешь девушкой. А если перейти по хэштегу FaceApp в Инстаграме, можно увидеть целые состарившиеся семьи, в том числе детей. Заметила интересную особенность. Мужчины фото с морщинами выкладывают гораздо охотнее. Женщинам стареться на всеобщее обозрение почему-то хочется меньше. Ну и еще один инстаграмовский тренд напоследок. В комментариях у Леди Гаги настоящий бардак. Пользователи русскоязычного сегмента атакуют ее аккаунт со всех сторон. Причина проста. Звезда эстрады увела мужа у известной модели Ирины Шейк. А пользователи за Иру и Двор дают Гаги отпор. Я бы посмотрел шоу, где Леди Гага, Брэдли Купер и Ирина Шейк пришли к Малахову. Там бы сидели в экспертах по отношениям Гузеева, клипмейкер Харламов и комментатор Гаген. При этом бы на фоне Аллегрова пела песню «Угонщица». Сейчас под постами певицы сплошь комментарии на русском. Появилась даже идея создать новый мессенджер «Гагаграмм». Под последним постом более 180 тысяч комментариев. И это не предел. Каждую публикацию пользователи превратили в отдельный русскоязычный чат. Предлагают товары и услуги, разыскивают друг друга, юморят. К письменной вакханалии присоединились даже звезды. Харламов, перезвони мне. Как нас много. И перепись населения проводить не нужно. Инстаграм еще не добавил кнопку «Заблокировать всех пользователей из России». Пользуясь случаем, хочу продать Land Rover Freelander 2 2009 года выпуска. Достал собака, кучу денег требует, а у меня ипотека. Комменты стирает она. Морковь бы натерла лучше. Для борща. Привык уже мужик к русской кухне, небось. Поднажмем, девчонки. А где-то в мире с русско-английским словарем в руках тихо плачет одна Гага. Простите, не удержалась и скопировала целую кучу комментариев. Но я все-таки рекомендую перейти вам на страничку «Леди Гаги» в Инстаграм и прочитать их в оригинале. Там очень интересно. Вы можете найти пару рецептов блюд и узнать расписание поездов в ближайшем городе. Ну и хохотать, конечно, будете однозначно. Олеся Цурикова, Дмитрий Толстогузов, Роман Ким и Хусан Гаферов. Телеканал «Апрель».